следующая тема количество веток еще были выросло вот это супер сорта настоящая супер сорта почему они такие длинные ветки почему я их вам не продал мало того мне сергей штук 100 вот таких вот отдал может продашь закончил вот это вот привать абрикос завод они все абрикосами закончили я говорю а кто же их сейчас купит они до сих пор цены они до сих пор учитывая что во многих местах России еще можем привать и привать даже в мае потому что видите что такое 16 апреля вот влюбуйтесь еще продержится в неделю это больше больше снеговый покров самое время засуществить рукава вот конечно не по теме надо радоваться а чего радоваться когда ценнейшие черенки не попали ни один научное учреждение ни один в очередной раз было пару случаев основные ученые говорили константинович мне до нашего сада вот и все ну что еще посмотрим на питомник вот опять надо радоваться я такой горькую весть уничтожается за счет специальной обрезки нужно это ведь все живое абсолютно все живое здесь нет сухих веток здесь нет сухих деревьев которые были спирены потому что погибли нету все живое все 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 вот или по поверьте мне вот уже стыдно неудобно богом клясться видите красота все это живое тут есть по моему эти самые один только маньчжури все остальное это культурное вот так друзья горько 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 вот он и пасха у меня подождет к этой кучи настроение испорчено задержало обидно но почему не надо почему никому не надо вот обратите внимание на маточное дерево вы видели видели вот так вот она приготовится к следующего сезона каждая ветка потом выбросит снова ветки по нескольку видите почки раз-два кто-то спящий в эту две выбросить вот этот двери 3 2 3 нижней это как правило спящий вот так и калечив деревья но века не конечно короче чем 40 лет уже не проживет может даже 30 не проживет ну а сам принцип и так было потепление бутылками накрыты прививки сделаны и не черта вот будет минус 20 им хоть махны вот они защищены и даже сейчас там идет сращивание почему ну наверно мне надо наклониться сейчас посмотрим нет ли здесь капель воды на них сейчас посмотрим а еще кстати солнышко не зашло а нет уже уже есть вон они смотрите капли воды смотрите я ничего не выдал вот и не вот и не вот это значит что что внутри но я не знаю сколько сейчас градусов я здесь я не поглядел городе было минус 9 утра здесь всегда холоднее ну пусть даже 10 ранним утром сейчас может быть теплее но согласитесь что вы даже вот это солнце вот она сквозь это сквозь это такой как бы в тучете назвать вот хмарь какая-то солнце или пробивается но даже здесь мы имеем уже фактически мы имеем парник вот он вот вот они капли и моим парник а раз так то там получается идет сращивание даже сейчас вот успех еще раз и наверно хватит на сегодня успех наших этих самых садов это мои моих учеников в том что повторяя за мной вот это а учебника этого нет знаете почему нет еще когда учебники создавались у вас понятия пластмассов бутылок не было тут никто не виноват но когда появится пластмассов бутылки никто учебники переделывать не собирается и там при прививках многого чего нет я просто поражаюсь все примитив перешел 21 век перешел двадцатый годы двадцатого века обидно от этого зависит сады а садов дальше не будет или опять они будут хилые больные значит к чему я это говорю надо перенимать новые друг у друга надеяться на науку не получается когда-то дома позвонит сможет сказать константинович вот тебе деньги на проезд будет гостиница у тебя еще и зубы бесплатно ставим вот и ты только возьми и да это на расширенное заседание академии наук прочти лекцию коротко пункт 1 пункт 2 нельзя не трогать не сметь и так далее вот потому что это будет все законспектировано все заснято и показано по всем каналам по всем каналам центрального по всем федеральным каналам вот этого я жду конечно не дождусь но говорить об этом мечтать меня право мы живем мечтами если бы не было никакой надежды вообще тогда и тогда и вообще жить нет смысла а так живем надежды вот видите вот это еще питомник вот там бывший питомник это уже маточный сад потому что подрастает деревья вытеснили маленькие саженцы сегодня сад допустим саженец продан а завтра на это место уже не посадишь соседи уже захватили вот так получается а так как сейчас кажется это мелочь летом ой тут такие джунгли уж как не проезжаем а приезжать приходится вот я сегодня сделал фотографию на том участке номер три и на том участке у меня метрах полутора друг от друга растет десяток груш вот с нескольких сортов а почему через метр конечно они потом дальше души друг друга да пока они начнут душить другу я с них уже а им всего четыре года если их уже в сумме взял ну наверно 50 а может 100 черенков и пока начнут душить а я же обрезками делаю более компактными умелыми обрезками и получается что я еще 200 300 черенков срежу прежде чем через одну вырублю вот это есть то правильно маточный сад а то вот я читала мне надо садить через 10 12 метров ну сади через год два-три у тебя будет пустой сад а ты посади вот так как железо садить через полметра через метров приезжать будешь потом куда девать подаришь 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 соседу подаришь брату в крайнем случае любовнику вот так я отвечаю дамам ну что заканчиваем разговор запись идет как ни странно идет вот он ближе подошел вот он матовщик видели посмотрите сколько черенков взято с этой груши видели посмотрите она зря мясо занимает нет восемь сантиметров вторая опять черенки взяты мешает другу да нет пока не мешает немножко мешает как старается вверх расти я же там не делал он сам делался то есть наоборот сам по практически нет у этого вот нижняя часть а вот она верхняя часть вот как растет как может так и растет никакого мешательства подождал окрепло дерево и давай резать 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 на черенкование еще долго она не они мешать друг другу не будут и пусть себе растут а где еще место не занято вот эти подвой будут привиты вот так знаете как вот это вот у меня единственное дерево мичуринский абрикос он умудрился за несколько лет увеличить плоды сам по себе с 30 до 100 грамм фотографии есть если сада совенич я ее фотографировал горел ты моя совесть подтверди что это в мичуринский ладно вдруг нахожу мичуринский вот вот мичуринский глазам не верю не продал а вот кривой горбатый его не купили я так смешно было а он в горшке растет выкопай его да вот выкопай и пока он был моложе в три раза но это идет в трех лет после первого года выкопай его освободи от горшка и посади ровно нет никто не позарился не первый год не второй не третий а это же мичуринский фактически селекция и вот он живой вот он три года он пережил уже 40 градусов морозы чихать он хотел на морозы так почему но можно все привить что я сказал сереге сергею если ты где видишь что висит бирка уже большая он неприкосновенный а чтобы дальше это моя головная боль вот он уже порос через горшок уже наверняка через горшок порос через вот такие дыры и теперь у него будут корни уже пошли туда вниз еще на полметра можете на тем не менее он будет вместе с горшком выкопан вот так подчеркиваю вот так вот вот так вот 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 тут вот так обрезан иначе корни не вылезти и мной посаду на другое место и у меня будет два манжурских абрикоса спасибо тем кто пообрезговал ходил по саду с обновидом но его кривого горбатого не купил вот еще вся моя жизнь состоит из таких историй ну что хватит нас это сети а или это не называется лесу точить а я хожу теплый какая дына уже где-то градусов 5 ну 6 степлы и невероятно вот это вот вот это непривитый абрикос манджурский он будет сергеем уничтожен вот так вот вот эти вот я бы они если я их не пересажу там я освобождал место вот я росли абрикосы ну учеба ладно может быть с этого получится лишний фильм сейчас заканчивается зарядка пока еще не закончилось смотрите вот я вам показал несколько саженцев вот они яблони да не помню тут вроде бы лоба тут вроде бы московская грушевка ну грушевка для меня середнячок все равно зато морозотойкость какая и вот получается смотрите вот это вот у меня абрикосовый сад вот то есть площадь абрикосы идут вот они и из-за них что солнце юг вот там вот юг где от газ он там не сей это запад и получается они все вот так вот растут почему вынуждены они отклоняются от тени они еще солнца вот так вот и опять опять горбатые кривые ну что трудно выкопать и выпрямить сергей не выпрямлял хотя они были продажные по одной простой причине кстати он вижу отсюда пэши вот пэши это значит пепель шафраны вот считается лучший сорт наравне с бельфор китайка лучший сорт мичурина вот идеальный вкус для зимнего хранения для сока вот это мне сообщил чернышов валерий петрович сказал цени валерий константинович именно этот а он еще и супер можно сыграть а плоды лежат до следующего урожая не до весны нет что вы до весны куда там до следующего урожая вот то есть год теперь что получается а то есть больше года получается если он их выпилит если я их отсюда не уберу это его место и вместо у него мало садить уже некуда вот разрастается питомник который называется матричный сад я его называю кочущий питомник потому что плавно переходит матричный сад видите сюда уже ничего не пасать буду убирать как убирать внимание мне пришлось учитывая что спроса такого нет что у меня погребе осенью было заложено 150 банок трехлитровых 150 вот с трехлитровых банок с косточками крупные то где-то 1000 мелкие то около двух тысяч и вот я ради этого что уже с такой потребности нет науки не надо не надо просто не надо уникального сада не надо и ничего двигаться вперед она не собирается современный ног ну пока наши не придут в науку вот и вот получается тут пару деревьев выпилена видите вот что сюда абрикосы больше садить нельзя здесь были 30 граммов нет не так 30-ти летние абрикосы и теперь вон те яблони сюда переселятся и прекрасно будут расти после это учеба после косточковых всегда будут посажены семечковые вот одна вот вторая вот эти тоже фактически обречены вот эти просто пороха не хватило и не хватило нервов чтобы еще часть уничтожить вот посмотрите фаина видите вот я можно было все убирать потому что у меня и фаины тоже десятки тысяч косточек куда их солить и плодов столько уже не надо не съесть рука не поднялась сделана была обрезка на омоложение видите вот так вот здесь было выпилена тут дерево тут второе и тут третье вот сюда будут завезены по тележке достать и склон есть небольшой это очень садная версия здесь склон по тележке сюда будет привезено по 2 земли и здесь будут высажены раз два три вот те же пипины шафранные я уже запланировал видите вот так еще из поляны вот сюда садить бесполезно вот эти вот такие такой дают этот самый тень здесь ничего расти не будет зато здесь растут укорененные шелковицы вот сейчас их не видно они были посажены в июле но из-за дичь и завтра все дай бог что часть из них просто приживать также посажены методом зеленого черенкования по железу вот так это бутылками посмотрим вот а первый год солнце жарила и сжигала поэтому здесь была тень но теперь здесь выпиленный раз два три дерева и теперь им нужно солнце бутылок уже не будет и как раз освободилось место вот 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 еще два дерева из коцечек ну не поднялась рука испилить они вроде бы мешает